ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минтруд России намерен ужесточить ответственность работодателей за препятствие в выборе зарплатного банка своих сотрудников. Трудовый кодекс предусматривает свободу выбора кредитной организации для перечисления зарплаты. Однако на практике это не всегда бывает возможным. Теперь предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое является оператором многих государственных программ в сфере жилищной политики, официально сменило название. Теперь это ведомство называется сообразно своему интернет-сайту акционерноеобщество.дом.рф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красноярск присоединился к федеральному образовательному проекту «Мама-предприниматель». Женщина в декретном отпуске, а также матери несовершеннолетних детей смогут пройти курс предпринимательства и поучаствовать в конкурсе бизнес-проектов. В нашем регионе мероприятие проводит Краевое агентство развития бизнеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом выпуске мы рассказывали о налоговой амнистии, которую по поручению президента проводит сейчас Федеральная налоговая служба в отношении безнадежных долгов по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2015 года. А между тем, это не единственное налоговое послабление. Появились также налоговые вычеты и налоговые льготы как для граждан, так и для бизнеса, как со стороны Федерации, так и на краевом уровне. Подробнее об этом расскажет наш постоянный эксперт у нас в студии Егор Васильев, председатель Комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Краев. Здравствуйте, Егор Юрьевич. Здравствуйте. Ну, чтобы вот закончить с той самой амнистии, как раз у вас на Комитете выступали налоговики, докладывали, вот по вашим ощущениям, все ли так пройдет быстро и в автоматическом режиме, как они это заявляют? Ну, иначе у них не получится. Сейчас все идет в автоматическом режиме, и в Кабинете налогоплательщика вы можете увидеть, насколько это прошло гладко лично для вас. На самом деле, конечно же, это решение, которое долго готовилось и долго принималось на уровне президента, но при этом реализовать его сейчас можно просто, отказавшись от взимания вот этой вот просроченной задолженности, ну и, собственно, отразив это вот в Кабинетах налогоплательщика. Два-три дня, говорили они. Как это отразится ли вообще на параметрах уже принятого краевого бюджета в 2018? Может быть, эти доходы планировались все-таки к изъятию? Нет, уже в 2018 году мы, понимая, когда планировали бюджет на 2018 год, понимали, что эти средства взиматься не будут. Поэтому сейчас бюджет не пострадает нисколько. Но, тем не менее, довольно большая сумма, и если бы мы говорили об этом в 2017, в 2016 году, это действительно значительное послабление, которое бы сыграло на бюджете края. Но мы же понимаем, что период, который сейчас амнистирован, это период предыдущий. Уже к изъятию мы его не планировали. Вот, кстати, по поводу уникальности амнистии. Стоит ли вот некоторым гражданам рассчитывать, ну и в дальнейшем не платить налоги, накапливать их, а надеяться, что потом, через несколько лет, будет повтор амнистии? Думаю, что нет. Это, конечно, уникальное решение, потому что оно было связано с большим количеством реформ и переходов. Мы знаем и пенсионная система, и страховая система, и мы понимаем, что многие льготы, многие налоговые режимы менялись в течение этих лет. Поэтому сейчас было принято такое решение. Ну и, конечно, общая ситуация экономическая, ситуация благосостояния, ситуация с реальными доходами населения подталкивает к тому, чтобы несколько снизить вот это бремя. Между тем, поручение президента, сделанное в декабре, касалось еще и отмены земельного налога в части шестисоток для пенсионеров. Как это будет проводиться у нас в Краине? Опять же, как сильно или не сильно ударят по бюджету? Ну, на самом деле, сейчас мы говорим о том, чтобы для пенсионеров отменить налог земельный с вот тех шестисоток, которые для нашей страны, ну, уже такие значимые, понятные, такой термин, понятие. И мы, конечно, говорим о том, чтобы, опять же, облегчить жизнь этой категории людей. Здесь бюджетные эффекты нам никак не планировались, да и они, на самом деле, незначительные для огромного бюджета края. Здесь и федерации, это не те расходы, это не те люди, с которых необходимо снимать вот эти вот деньги. Здесь речь идет о регулировании бремени для каждого конкретного человека. Это не первая такая льгота, не первая такая президентская инициатива. Мы понимаем, что мы не только должны налогами формировать вот эту доходную часть для всех наших бюджетников и государственных проектов, но и смотреть, каким образом это бремя распределяется по всему населению и стараться облагать налогом тех, кто может нести это бремя и должен нести это бремя, а не тех, кто своей жизнью уже заслужил, но более легкие режимы. Перейдем на региональный уровень. Вот если зайти на сайт законодательного собрания в разделе «Проекты законов», я часто встречаю очень много проектов законов, посвященных как раз налоговым льготам. Что-то принимается, что-то нет, на что мы в праве рассчитывать, какие ближайшие льготы у нас могут появиться? Ну вот вы сказали, что сейчас появляется. На самом деле это действительно такая постоянная работа. Мы постоянно смотрим налоговые режимы в той или иной степени. Три мотива у нас есть. Первый мотив – это, конечно, стимулирование. Мы через налоговые льготы пытаемся привлечь инвестиции, развить экономику, сделать более масштабным экономическое поле, с которого потом собираются налоги. То есть это бюджетный эффект. Второй эффект – это, конечно, социальный. Вот здесь как раз у нас проходит и налоговая льгота пенсионерам на земельный налог. У нас очень много налоговых режимов для коренных малочисленных народов с севера. У нас не облагаются имущественными налогами ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий. Такие социальные налоги тоже имеют место. Ну и третье – это облегчение налогового времени для тех коммерческих субъектов, которые осуществляют деятельность очень важную. Ну, в первую очередь, это сельские товаропроизводители. Там им даем преференции. Тоже, например, имущественным налогом не облагаются те, кто занимается переработкой сельхозпродукции, потому что нам нужна переработка. Мы не собираемся и дальше их облагать. Здесь нет вот этого первого мотива увеличения налоговой базы или бюджетного эффекта. Нет же здесь как раз мотив в том, чтобы такая деятельность все больше и больше развивалась, давала рабочие места, давала заработные платы. И такие законопроекты по таким налогам постоянно появляются. В Комитете законодательное собрание их рассматривает, правительство края частенько вносит, ну и губернатор, конечно, всегда дает свои отзывы на такие законопроекты. Егор Евгеньевич, спасибо большое. Спасибо вам. Наоборот, мы сегодня беседовали с представителем Комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Егором Васильевым. Ну, а мы продолжим другими темами. Традиционно к марту статистики посчитали итоги прошлого года в отрасли строительства, конкретно жилищное строительство. О том, что у нас сократились объемы ввода жилья, мы понимали уже к концу 2017-го. И вот окончательные данные. В Красноярском крае построили 1 миллион 43 тысячи квадратных метров жилой площади. Падение на 24 процента, почти на четверть. Строительство – отрасль, для которой характерна инерция. И вот все негативные факторы прошлых лет, ну, прежде всего, падение потребительского спроса из-за высокой стоимости ипотеки, оно как бы догнало строителей в 2017-м году. Даже удивительно, ведь именно в 2017-м ипотечные ставки, наоборот, сильно упали до докризисных уровней. Люди вернулись за кредитами и готовы снова брать жилье. Но, опять же, этот позитивный эффект догонит строителей сильно позже, пока мы имеем первое за много лет падение объемов ввода. Хотя, впрочем, не только мы. Из 12 сибирских регионов в большинстве тоже зафиксировано снижение. В целом, Сибирь просела на 16 примерно процентов. Но, впрочем, есть исключения. Вроде Хакасии тут плюс 20 процентов. Ну, и тут же, кстати, видно, что наш край занимает второе место по вводу жилья в Сибири после Новосибирской области. Ну, так, впрочем, было всегда. Новосибирцы и сократились тоже примерно на ту же величину, что и мы. Минус 22 процента. Интересно, впрочем, структура, если так можно выразиться, структура падения. У нас ведь жилье устроят разные группы строителей. Есть юридические лица, а есть частное домостроение. Она тоже входит в общую статистику. В Красноярском крае в большей степени упало жилищное строительство, которое ввели юридические лица, то есть организации. Меньше всего на 7 процентов упало индивидуальное жилищное строительство. Но темпы замедлились. Снижение индивидуального жилищного строительства. То есть более ситуация выравнивается с индивидуальным жилищным строительством. Она не достигла такого, скажем, пика, которое было в 2014 году. Но объемы значительно уже, темпы снижения замедлились. То есть частное домостроение на общем фоне как бы поддержало строительную отрасль. Оно у нас не доминирует. Населением возводится примерно только четверть жилья. Однако ситуация с ним более стабильна. Пострадали крупные застройщики, а народ продолжал строить себе дома. Такая тенденция даже немного изменила внутрикраевой облик строительной отрасли. Вот смотрите, если взять десятку крупнейших муниципалитетов по объемам ввода жилья в прошлом году, тут очевидно доминирует город Красноярск. Он строит больше всего. Ну и тут вообще преимущественно одни только города. Однако обратите внимание вот на эти вверху два района. Емельяновский район и Березовский район, которые дерзко штурмуют пьедестал. Они вдвоем возвели жилья больше, чем города Сосновоборск, Лесосибирск, Иачинск и Минусинск вместе взятые. В чем секрет? Во втором столбике. Во второй столбике у нас выведена доля квадратуры, построенной населением. И вот смотрите, у Емельяновского и Березовского районов частное домостроение доминирует. Ну и здесь же мы видим еще внизу Курагинский район, который попал в десятку только благодаря самострое. В хорошем смысле. Вот, например, Северо-Енисейский район тоже внизу. Тоже в лидерах. Но наоборот, тут жилье строили в основном организации. Ну, речь про вахтовые поселки. А частное домостроение – это все-таки про южные территории. Сюда можно отнести территории Минусинска, территории Шушинского района. Ну, то есть более которые население, ну, скажем, комфортное для проживания. Да, Курагинский район, например, в частности. То есть это юг Красноярского края. И наоборот, вот крайний север, например, в городе Норильске не было ввода жилья в прошлом году. Падение объемов ввода жилья на первый взгляд не очень хорошая тенденция. С другой стороны, если и разбираться, то застройщики не особо пострадали. Их в этот период выручали альтернативные работы. Госзаказ, промышленные объекты, стройки универсиады, капремонт, в конце концов. Но что касается потребностей населения, у нас давно уже нет той остроты жилищного вопроса, как еще лет 10 назад. Все последние годы мы возводили жилье гораздо большими объемами, нежели темпы, которыми прирастало население края. И в результате к сегодняшнему дню мы пришли к ситуации, что если поделить весь жилищный фонд региона на численность населения, получится, что на каждого жителя приходится 24,3 квадратных метра жилой площади. И вот по этому показателю Красноярский край на первом месте в Сибири. Ну, точнее, делит первое место с новосибирцами и кемеровчанами. 24,3 квадрата вполне просторная квадратура на человека. И она уже давно выше социальной нормы. Определенный законом, напомню, это 18 квадратов на человека. Ну, какая-никакая, но приятная новость. Индекс Иванова заметно подрос. Это сводный показатель, который ежеквартально выводят банкиры, и который отражает потребительскую уверенность населения. Назван индекс не в честь какого-то ученого-математика Иванова, а в честь усредненного россиянина. Что придало Иванову уверенности, и как это влияет на процентную политику самих банков, об этом в сюжете далее. Россияне стали совершать больше крупных покупок. По данным ВЦИОМ, в 2017 году 26% граждан купили себе новый телефон, 11% автомобиль, 10% телевизор. Столько же сделали ремонт. Все эти цифры в полтора-два раза выше, чем в 2015 году. Аналитики объясняют это двумя факторами. Общий рост экономического оптимизма, проще говоря, ощущение, что кризис прошел, и эффектом отложенного спроса, когда экономить уже невозможно, поскольку предыдущая техника и вообще вещи. Износились, устарели или сломались. Хочешь, не хочешь, нужно покупать новое. Логичным образом потребительский спрос отразился и на кредитном спросе. Мы имеем хороший 2017 год, особенно второй полугодие, поэтому мы ожидаем, что у нас будут объемы рынка в 2018 году еще больше. В основном берут на отдых, на приобретение бытовой техники, на обучение. Тоже берут эти кредиты. То есть абсолютно разный спрос, абсолютно на разные цели. Не в последнюю очередь потребительский спрос стимулируется и снижением ставок. Как раз в 2017-м ключевая ставка Центробанка снижалась несколько раз и большими стряхами. Вслед за ней, как водится, снижались и ставки по кредитам. Да так, что некоторые пробили даже докризисный уровень, как, например, ипотека. А сейчас рекорды ставит и потребительское кредитование. Так сказать, на отложенный спрос наложилось отложенное предложение. В частности, у Сбербанка потреб кредиты сейчас доступны от 11,5%. Сбербанк запустил весеннее предложение по нашим двум продуктам. Это потребительский кредит под поручительство и потребительский кредит без обеспечения. Ставка составила 1,5%. Это самая минимальная ставка в истории Сбербанка по кредитам. Данное условие распространяется на суммы свыше 250 тысяч рублей и будет действовать до 30 апреля. Понятно, что 11,5% это минимальный порог. Он доступен самым надежным заемщикам и чаще всего тем, кто получает зарплату через Сбербанк. У других категорий граждан ставки чуть повыше. И все же снижение произошло по всем категориям заемщиков примерно на 1,4%. Так называемые зарплатники вообще в самом выгодном положении. У тех, кто получает зарплату и, кстати, пенсии на карты Сбербанка доходы прозрачны и им не только предоставляют минимальные ставки, но и, например, избавляют от сбора документов. Ну и, в частности, подать заявку на кредит и получить его сразу на свою карту можно вообще не выходя из дома через Сбербанк онлайн. То есть это и выгодно, и удобно. На этом у нас все. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин